Долго меня там держали и допрашивали, а я понятия не имел, а тогда я удостоверился, что я точно еврей. На вас стучали? Ну да, на меня прям докладные. Вот этот магический момент, значит, как она превратилась из Ханы Пинхусовны Гемзельберг, Ванны Петровны Добужинская, она тщательно скрывала. Завоевать сердце ребенка в таком возрасте, который знает, что у него есть отец, это архи сложная задача. Ну, несомненно, не знал, что такое продюсер, но назвал себя так. Но он был один из самых крупных фигур нашего времени, можно сказать. Меня мама заставила фамилию поменять. Я разведчик, про меня можно снимать будет сериалы, значит, я сотрудник КГБ. Я попрошу, чтобы мне дали погоны. Дмитрий Юрьевич Добужинский, продюсер кино и сериалов, основатель и владелец кинокомпании Park Production, академик Академии российской рекламы. Дмитрий родился 10 октября 1963 года в Москве. Отец Юрий Игоревич Стоянов, ведущий первых выпусков КВН по профессии химик. Мама Елена Владимировна Добужинская, доцент, преподаватель химии в МИСИ имени Куйбышева. После развода родителей Дмитрий с мамой переехал из самого центра Москвы в Выхино. С 1980 года Добужинский работал ассистентом продюсера, тогда это называлось заместитель директора картины. В 1985 году Добужинский окончил экономический факультет ВГИКа. С 1989 года Дмитрий Добужинский работает в рекламном бизнесе. В 1991 году Добужинский возглавил рекламный киноотдел холдинга Video International. В 1997 году создал кинокомпанию Park Production, продюсировал более трех тысяч рекламных и корпоративных видео. В 2003 году Добужинский спродюсировал для Андрея Кончаловского фильм «Мороз по коже», в главной роли Норман Ридус. В 2004 году Дмитрий Добужинский был одним из продюсеров фильма «Арийская пара» совместно с продюсером Питером Биллом и режиссером Джоном Дейли в главной роли Мартин Ландао. Осенью 2004 года был одним из продюсеров телесериала «Холостяк» по заказу «Амедиа» и «РЕН-ТВ». Награжден тремя каннскими львами, работал в Голливуде с мировыми звездами. Дмитрий Добужинский женат, жена – продюсер Анна Медведева, сын Филипп Добужинский – режиссер мультимедиапроектов и Даниил Добужинский – школьник. На мой взгляд, вы самый опытный кинопродюсер в России. Вы были уже тогда, когда в принципе еще понятие продюсирования, кинопродюсирования, вообще этого, этой институции не существовало? Ну нет, конечно нет. Я не самый опытный, и это неправда. Я есть поопытнее и постарше. И да, я самый старый продюсер телевизионной рекламы, это правда. Ну или один из самых старых. А в кино, конечно, есть посерьезнее люди. Ну, например? Сергей Михайлович Сильянов, Александр Завинович Акопов, Леонид Эмильевич Верещагин. Ну, они у меня так существенно постарше и по опыте не точно. А Коповым, наверное, можно назвать еще и телевизионщиком. Несомненно, да. Он придумал телевидение здесь, в этой стране. В том виде, в котором она сейчас есть. Ну, вы молодая, перспективная, профессионально образованная кровь, которая в середине 80-х пришла в эту отрасль. То есть, если какие-то люди постарше, им приходилось ломать в себе какое-то советское прошлое, советскую ментальность, вам этого делать не пришлось. И, на мой взгляд, тоже вот то кино, которое сегодня существует и существовало в 90-е, в 2000-е, в 10-е годы, вы это кино сделали, потому что вы не были испорченным советским временем. И, в хорошем смысле, теми плановыми фильмами, которые снимал «Мосфильм», «Киностудия Горького», «Одесская киностудия» и десятки и сотни других государственных компаний. Это смешно, я сейчас подумал, я на всех этих трех студиях работал в Советском Союзе. И на «Одесская», и на «Мосфильме», и на «Студии Горького». И что, и с Вайнером были знакомы? С Аркадем Александровичем? Ну, нет, не был. Он писатель, он какое отношение. Телеканал «Дарьял ТВ» был на «Киностудии Горького». А, да. Они арендовали помещение, но это было уже существенно после того, как я ушел со студии Горького. Ну, тогда же так это было в Советском Союзе. Тебя распределяли, меня распределили на «Мосфильм», потом до этого я еще поработал год на «Одесской киностудии», а на «Студии Горького» мы уже работали уже как продюсеры. Кстати, время тогда вот такое было. Когда закончился, почти закончился Советский Союз, мне очень хорошо сказал один очень известный режиссер, без образования вообще какого бы то ни было, он сказал, а что ты хотел? Тогда, говорит, время такое было, вот ты не знал, что такое продюсер, но назвал себя так. А это правда, я не знал, что такое продюсер. Потому что слово было запрещенное, пока я в ГИКе учился. А я назвался режиссером. Ну и теперь, смотри, ты продюсер, я режиссер. Ну правда, это так и есть. Но у вас же экономический вкус, экономика… Экономический вкус, да. Ну вот это и есть продюсер. Ну да, мы-то этого не знали. Тогда это слово было запрещено, но мы реально его не употребляли. А потом, где-то в 86-м, у меня был первый самостоятельный проект, который я украл. Тогда КГБшная контора была, называлась, по-моему, Совенфильм или что-то такое. Не помню как. Совенфильм, да. И я его спер. С англичанами был проект. Я просто… Ну тогда можно было уже. И… Мы говорим слезам. Ну да. И, короче, мне сказали, что нужен продюсер. А я понятия не имел, что продюсер – это я. Я попросил Мишу Лесину покойного. Он говорит, ты знаешь, сколько продюсер? Он говорит, знаю. Я говорю, давай ты будешь продюсером, а я поработаю директором, как я привык. Ну вот тогда первый мой проект был самостоятельный. Он был хороший мужик? Миша? Да. Ну, для меня – да. Порядочно? В замешательстве я сейчас пытаюсь вспомнить, поступал ли он в отношении к кому-то непорядочно. И не могу. Ну, по отношению к нам он поступал всегда супер порядочно. Нет, я его многим обязан. Но он был один из самых крупных фигур нашего времени, можно сказать. Человек, который сделал очень много для российской культуры. Ну вот он и Акопов – это два человека, которые сделали телек в том виде, в котором он пока еще существует. Да, вот такой относительный. А со сноской иноагент, я скажу, что еще и Роднянский. Ну, он, во-первых, пришел сильно позже. Прям сильно. Он еще, кстати, преступник сейчас. Да? Да, он уже восемь лет схлопотал. Он пришел сильно позже, потому что тогда он, когда это все начиналось… Вот я работал в видеоинтернешнл в компании. Вот еще тогда мы делали первую разрешенную рекламу. Она была только в КВН. Это был эксперимент по тем временам. Советское еще время. Вот прям начало КВН возрожденного. И вот тогда, собственно, основы этого телевидения и закладывались. Это конец восьмидесятых. А в начале девяностых еще Роднянского не было. Он уже появился где-то ближе к концу девяностых-двухтысячных. На телевидении, в смысле, сначала на Рейне он работал, а потом на СТС, если я ничего не путаю. А что это была за реклама? Что это была за компания? Просто не все зрители знают. И Любимов, по-моему, руководил? Нет. Тогда… Видак его называли. Видак, видеоинтернешнл, да. А до видеоинтернешнл, когда мы первую рекламу свою снимали в КВН, мы, правда, ничего не знали, что такое реклама, вообще понятия не имели. Мы знали, что он должен быть короче, чем кино. И смешная, по возможности. Ну вот мы и снимали всякие там… Какие-то там… А вот… Про спонсоров КВН. А КЛИО… Рено КЛИО – это не ваша реклама была? Помните? Одна из первых реклам. С дворники Пистяков. С… Я не помню. С КЛИО. Возможно, нет. А может, и нашу. Но нет. Нет. Это было сильно… Рено уже появилось сильно позже. Я много снимал Рено рекламы. Про это не помню. Но снимал много. Но они появились уже точно ближе к 98-99, когда Рено купил ЗЛК. Вот они здесь появились как рекламодатели. А помнишь, Кирилл, пакетики чайные, еще турецкая реклама… Чай готов! Не торопись! Чайники еще плавают на поверхности. Это турецкая реклама. Да, помни, конечно. Чтобы достигнуть полный вкус чая… Чтобы достигнуть полный вкус чая… Он должен отстояться в течение около 10 минут. Да, вот мы… Это было очаровательно. Вот эти самородки… Они… Это не российская реклама была. Это грузинская? Нет, грузинка рекламентирует… Это турки, по-моему, снимали турки. Да, это… Мы снимали… Ну, у нас, правда, много чего было. Вот эти вот… Все, что на зубах навязало тем, кто помнит… Это снимали… Практически там было две компании. Вот была компания Video International, а вторая называлась, по-моему, «Премьер СВ». Это Лисовского компания была. А кто руководил Video International? Миша Лесинс, Юра Заполин. Ну, собственно, два бессменных руководителя было. Ну, да. Пока Миша не уехал… Юра умер, Миша уехал. А… А кому ниже кланяются? Вам? Или режиссеру? Нет, ну, в продюсерском кино… Продюсеру вообще плевать, кому кланяются. Да, потому что продюсер волнует коммерческий успех, если это коммерческое кино. Ну, вообще, конечно, продюсеру… Ну, как… Режиссер… Вот я по найму не работал, наверное, года с 93-го. Я на себя работал. А режиссер – профессия наемная. Если только он не выступает продюсером. Режиссер, сценарист… И это наемники. Это ланскнехты. Они зарабатывают деньги от продюсера идущие. Как он их добыл – это другое дело. А продюсер – не наемник, продюсер – владелец. А кто назначает актеров? Ну, если ты доверяешь режиссеру, что правильно, иначе нафига ты ему платишь, и зачем ты его взял. То, вообще говоря, режиссер тебе рекомендует. Но всегда система приблизительно одна. Есть люди, которые придумывают. Есть люди, которые знают, что делать. А есть люди, которые знают, как делать. Поскольку в кино туда-сюда профессии 70, все время тусуются вместе, то оно и не предполагает, что продюсер должен точно знать, как ставить цвет, как работать с актерами. Нет, я знаю, я учился. Но, вообще, таких немного. Это необязательное знание. Оно приветствуется. Поэтому, да, режиссер говорит – вот этот хороший актер. Или он говорит – с ним легко работать. Ты либо веришь режиссер, либо говоришь – а мне плевать, что тебе легко работать. Давай с тем, кто трудно. Значит, ты дурак. Ну, зачем? Ну, а вот комфорт и уважение друг к другу на съемочной площадке – это важный фактор или нифига не важный? Конечно, важный. Ну, а как? Я слабо себе представляю, как работать на продюсера. То есть, нет, такое бывает. И много раз я это видел, когда продюсера не сильно уважают на том основании, что, предположим, он дурак. Так бывает. Бывает такое, да. Но это процесс точно не помогает. Ну, как мне кажется. Давайте с самого начала тогда пойдем. Мы предполагаем, что вы родились в Москве. Да. А в каком районе? В Аболенский переулок. Это самый центр? Это Фрунзенская. Один из самых лучших районов Москвы. Сейчас, да. Тогда нет. Я в коммуналке родился. А тогда что это было? Тогда было в коммуналке, там везде были коммуналки. Но это сталинский дом? Нет, это старый дом, такой прям сильно дореволюционный. Он до сих пор, кстати, жив. Я там проезжал. Стоит. А тусовка ваша происходила вот в школьные годы? Вот в Варио во дворе? Вот, в Варио во дворе. Разные. Ну да, конечно. Это была хорошая школа. Потом моя мама переехала на Ждановскую. Там было все сложнее. Позвольте. Я тогда тоже. Это в Вишняковской или Снадьевской? Я на Сорминской жил, это около Ташкентской. А, на той стороне? Да. Ну вот там дрались все время, значит, Рязанский проспект с Волгоградки, что ли, не помню. Короче, там все время дрались с улицы на улицу. Я помню, первые свои сельвуплей я отхватил там, да. Бассовые драки. Люберы? Нет, это же сильно позже было. Это уже... Вы сколько думаете мне лет? Я уже... Это я застал уже в тридцатилетнем. Ну, двадцати восьми. Когда были вот эти... Ну, сейчас скажу, да. Ну да. Где-то мне лет лет двадцать семь было. Дмитрий, а вы сказали, что мама переехала... То есть, у вас была коммуналка, где жила большая семья? Нет, там была... Нет, у меня была коммуналка, где жил человек двадцать пять, по-моему. И ваша комната? Да, у нас было две комнаты в этой коммуналке. Она была огромная, прям такая была, прям... Этаж был эта коммуналка. И какой состав семьи? Я с мамой жил. Ну, тогда уже... Ну, то есть, родители уже разошлись. То есть, первоначально нет... Еще папа был, потом они разошлись, папа ушел. Еще я остался вот с мамой в коммуналке. А папа с мамой долго прожили вместе? Мне кажется, лет семь. Честно, я не помню. Лет семь ваших или лет семь... Мне кажется, лет семь, включая меня. Ну, недолго они как-то прожили. А что случилось? Развелись. Ну, бывает. Часто, да. К сожалению. В таком возрасте, в юном, в нежном возрасте, это болезненно. Ну, сильно неприятно было, я помню. Было неприятно. Потому что это еще и в Советском Союзе не приветствовалось нифига. Ну, мама с папой развелись, когда вы жили еще на Фрунзенской. Да. Потому что вы сказали, что мама переехала. И потом в виде вы расселяли коммуналку. Да, потом уже где-то классе уже к седьмому. Я вот переехал на Ждановскую. Собственно, школу закончил там, да. Слушайте, ну, это же... Это же совершенно другой уклад. Это совершенно другой социальный мир, который окружал. Совершенно другая школа. Там прям жесть была. Там жизнь была, да. Да, вообще было жестко, да. А... И как вы с этим справились? Дрался. Вот там трудно было, да. А у нас в школе... Ну, у нас, правда, была школа. Мы жили на Вишняковской улице, напротив кинотеатра «Энтузиаст». Соседи, да, да. Мы туда ходили, там тоже дрались, да. Ну, вот как раз с нашими. Но мы... Выхинские. Ну, Выхинские, конечно. Ну, вот самые гроза были, это вот ваши, вот с этой стороны. Ташкентская улица. Да, да, да. Со снайперской тоже была банда серьезная. У нас прям какие-то были малоприятные персонажи, да. Толик Роксман, помните такого? Нет. Нет? Толик Роксман. Сарай, сарай. Я старался в это... Я почему огребал регулярно? Потому что я старался в это не лазить особо. Потому что у меня школа была, там мы дрались, потому что там половина была такой совсем прям шпаны уголовные, вот с ними дрались. У меня даже, по-моему, два ножевых ранения остались еще даже, шрамы вот оттуда. Как это? Ну, пырнули пару раз меня. А пару раз это раз-два или две ситуации? Нет, две ситуации были. А куда попали? Сюда оба раза. По ребрам. Ну, такие там... Нет, это все не было особо... Не то, что прям сильно убить хотели, но такие все пафосные были. Так, 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 так. Ну, вот у нас была ситуация в школе, экспериментальная школа новая. Мы пришли в школу, там был бассейн, не бассейн, а там был тир, туда приезжали, значит, иностранные делегации с ВКШ, вот эти иностранцы, Латинская Америка. Ну, вот страны третьего мира... Немцы и американцы даже были тогда. Приходили к нам там в качестве стажеров на руководитель класса, как это, классный руководитель, вот. И у нас там были, там, на пару лет постарше, там несколько человек, ну, такая шпана, которая нас с Кириллом вешала за эти самые... Мелких, да, было так. Мы в первом классе, значит, мы им носили хурму из дома, они нас учили... И апельсины. И апельсины ругаться матом. И мы через сорок лет встречаемся с этим парнем в синагоге, значит, среди своих. у Иосифа Херсонского. Смешно. Да. Смешно. А он... Это правда. Он вот так вот снимает очки, говорит... А... Представляете? Через сорок лет. Нет, я честно не... Мы ему говорим, что ж ты козел нас вешал за... В хорошем смысле. Да, да. Ну, конечно, это самое... Конечно... Красивая история, да. А сейчас очень соблюдающий парень... Ну, он был соблюдающим. Он живет в Германии, там... А сейчас мы едем и молимся с ним, там едем. Вот ехали за рулем с судовода, значит, на Фудсити, по видео и это самое. И он там вслух читает, там, Амиду и Орвид и так далее. Ага. Из Германии. Вот. Нет, у нас евреев в классе, кстати, мало было. И потом я тогда не знал, что я еврей. У нас это, там, школа была, которая... Ну, как-то это не принято было спрашивать о какой-то национальности, а я не спрашивал особо. А как вы узнали об этом? Сейчас скажу. Сейчас я вспомню. Я познакомил... Короче, я много времени уже взрослым... Мне 17, наверное, было. Я проводил много времени в музее Эйзенштейна. Так получилось у Наума Клеймана. И там ошивался все время какой-то... Сейчас я вспомню. Он, короче, он занимался... В основном писал диссертацию про православное искусство, там, архитектуру. А вообще занимался, значит, словистикой. Вообще иезуиты, я потом с ними столкнулся, там же они вообще-то фантастически образованные люди. Они уходят в 42 года из школы и с двумя степенями. Как правило, должна быть гуманитарная степень и степень в точных науках. И у них языковая норма 12 языков, это минимум, которые они должны знать. Обычно знают больше. Поэтому он много чего знал французов. И рассказал мне про мою родослубную. А потом мне подтвердила это моя бабушка, потому что она всегда была Анна Петровна Добужинская. А потом оказалось, что, значит, она все-таки Ханна Пинхусовна Гинзельберг. И что вся ее семья погибла в гетто в Венеции. Это я узнал уже сильно возрослевшим. Ну, уже зная про это вот то, что мне сказал ты иезуит, я уже с этим пошел к бабушке. Тогда давайте сейчас как раз на этом остановимся. Потому что это супер интересная часть вашей жизни и наследия вашего. А потом тогда от ВГИКа пойдем уже по киношной линии, чтобы какая-то логика у нас была. Мстислав, да? Да. Откуда такое имя? Это ваш прадедушка. Прадедушка. Ну, это же знаменитейший человек. Ну, да. Это, ну, один из самых знаменитых художников того времени. Ну, да, это мир искусства. И вас кривая дорожка подсознательно привела в живопись? Нет, я просто хорошо рисовал с детства. Но вы знали про Мстислава? Да, мне говорила мама. Очень невнятно. Потому что мой дед со страшной силой это скрывал. Он был каким-то то ли замминистром, то ли чего-то начальником большим. Часто ездил за границу и боялся, что ему это прикроют. Соответственно, свое родство с Добужинским он прям сильно скрывал. А Масил фамилию? Добужинский. Добужинский, да. Ну, прям всячески это вообще там типа… Ну, то есть не то, что там… С братом своим в Париже не встречался, будучи в Париже много раз. А с братом… Двоюродный. Да, двоюродный. Ну, это вот… Короче, вот этот прадедушка, вот этот вот Мстислав, он мой двоюродный дедушка. Он дядя моего деда. Прадеда? Он не папа. Нет, деда моего дядя. А, дядя-деда. Все понятно. Значит, он не прадед. Да. Двоюродный. Значит, он какого года рождения, Мстислав? Твоя не помню. Я историю искусства не так хорошо знаю. Конца девятнадцатого века, наверное. Ну, я думаю, что… Да нет, я думаю, что даже не конца. А вот… На суть, потому что дядя Стива умер в девяносто третьем, по-моему, или девяносто четвертом году. Вот который деда моего брата. И ему тоже уже в почтенном возрасте. Это значит, что… Так ему тоже было сильно за восемьдесят. Вот девяносто. Ну, то есть… Тысяча восемьсот… Он вот… Ну, можно загуглить, но… Семидесятых, по-моему… Или там восьмидесятых… Тысяча восемьсот восьмидесятых годов, по-моему, он рожден. Да, что-то какое-то. А родился он в Новгороде, да, по-моему… Андрей, побудьтесь Бога, я не до такой степени… В Новгороде… Возможно. Вообще нет. Он литовец. Он не мог родиться в Новгороде. Он… Он… Он литовец. Как бы… По официальной биографии он литовец. Соответственно, родиться он мог только где-то в Литве. Я так думаю. Потому что вся семья из Литвы. И поместье у них в Литве. И оно до сих пор есть. Я откуда знаю, потому что дядя Стива пытался запретить книжку некого Чугунова, который спер, значит, переписку личную Добужинского с его женой и опубликовал. Это вот как раз 90-е годы были. И он мне говорил, что типа не отдаст коллекцию Добужинского русскому музею, пока, значит, неизымут из продажи книжку некого Чугунова. Я не знаю, кто такой Чугунов. А в каком-то, в одном из интервью, то ли ваши слова переврали, то ли они требуют пояснения. Вы сказали, что вот часть семьи, которая была антисемитами… Это вот они, да. Это потом уже мне рассказал дед. И я это… Это я с его слов. Я, собственно, предупредил тогда, что как бы там… Ну, как бы вот вся эта… Там была часть семьи, которые женились на крещенных еврейках. Это, кстати, до революции. А вот часть, вот тот, который художник, да, он как раз, значит, они сильно евреев недолюбливали. Опять же, за что купил? Да, я не изучал этот вопрос. А когда они уехали? Ну, мне показалось, что это смешно. А когда они уехали? Они уехали в двадцать четвертом году. Вот они делали… Он напоследок, значит, сделал… Это было такое, типа… Сейчас это называется, по-моему, как вот эти, которые наряжаются в костюмы военные… Реставраторы? Нет, Ре… Что-то Ре… Реконструкторы, да. Вот они делали реконструкцию взятия Зимнего по тогдашней официальной, вместе, кстати, с крутым чуваком Дмитрий Тёмкин, о нем мало, кстати, в России знают, но это очень крутой композитор, который писал музыку, а потом стал продюсером американским, он с Гарри Купером кино снимал, а известен, если вы смотрели, «Бучка С.Д. Сандемскит», вот Дмитрий Тёмкин музыку писал. И у них 8 тысяч, по-моему, массовки. Да, да, там они понагнали, значит, массовки, и вот, значит, Добужинский строил декорации, а Дмитрий Тёмкин писал музыку. Кто там был режиссер, не помню, чуть ли не Эйзенштейн, но тут, честно, не поручусь. В общем, они вот сделали вот эту штуку, видимо, денег заработали и свалили. Ваша бабушка Анна, вы говорили? Ну, официальная версия Анна Петровна Добужинская. Я, по-моему, долго получал гражданство в Израиле, потому что вот этот магический момент, значит, как она превратилась из ханы Пинхасовны Гемзельберг в Анна Петровна Добужинской, она тщательно скрывала. Как и все 90-е годы. Конечно, конечно. Ну, удалось вам израильсянам объяснить, как? С трудом, да, но уже в Лешката Кешаре я это объяснял, да. Значит, ее отец Добужинский? Нет. Она Гемзельберг, она как раз, вот мой дедушка на ней женился, и вот в этот магический момент она стала Петровна. Поскольку она была голубоглазая блондинка, то, в общем, ей несложно было стать Анной Петровной. А дедушка? Он Владимир Добужинский. А как он к евреям относился? Он еврей, он не мог, наполовину еврея, он никак не мог относиться к ним по-другому. Так, то есть, наполовину еврей Добужинский женится на еврейке... Гемзельберг, да. Гемзельберг. Или Гемзельберг, да. И рождается у них... Елена Добужинская, моя мама. Ваша мама. Так. У меня сопутанное... Ну, это же самое интересное. Слушайте, это самое интересное, что может быть. Нет. Ну, да. И, собственно, меня мама заставила фамилию поменять, кстати. У меня другая была фамилия. Какая? Стоянов. Потому что папа одесский грек. Они брали болгарские фамилии, потому что они через Ильичевск от турок сбегали, потому что их резали. Турки, они все брали болгарские фамилии, предполагая, что... Пытались осесть в Болгарии, предполагая, что они, значит, в Болгарии их турки резать не будут. Но потом их турки начали резать и в Болгарии. И они, значит, вот так вот из Варны в порт Ильичевск или куда там они откочевали. Какая сложная. Да, очень сложная. С болгарскими фамилиями, с записью в паспорте грек. Мой второй дедушка довольно недолго, правда, сидел при Сталине. Он был зам Папанина, его Папанина вытащил, потому что некому воевать было в Арктике. Красавец, наверное, был, да? Ну, такой носатый был. А, кстати, греки с удовольствием давали грекам, этническим грекам или их потомкам паспорта нулевые. А это я пропустил этот момент. И у меня, собственно, не было задачи получить какой-нибудь паспорт. Вот это уже я получил израильский паспорт вполне себе сознательно. То есть грекам в то время очень досталось, и, как оказалось, это достойный, свободолюбивый, гордый и не агрессивный народ. Ну, как сейчас видно, да. Но они такие типические очень греки. Вся вот эта Папина родня, они прям такие настоящие. Я на папу не похож. Они прям такие, прям с маленькими глазками. То есть вот грузины любят называть себя греками. Многие, у которых есть чуть греческой крови. Вот там большая диаспора была. Там и сейчас, кстати, диаспора. У меня в Грузии адвокат, он грек. Он такой, Тбилиссель, настоящий, но он грек. Ну, вот такой вот, да? По ментальности ничем от грузинов практически не отличается. Греки, вот эти понтийские, которые в Грузии, да, пожалуй, нет. Ну, а как? Ну, слушайте, вот у меня вся, папина семья вся из Одессы. Вот я в жизни бы про них не сказал, кто они там, греки или не греки. Потому что, во-первых, в Одессе тоже было не особо принято спрашивать национальность всегда. Я там много времени просто проводил, почему я там на студии работал. И, как бы, черт, не знаю, там все перемешанные. Ты одессит, ты такая, ну, как, ты, да, Тбилиссель, если ты с Тбилисси живешь, ну, ну, да. Ты хочешь, не хочешь. Опять же, там, ну, там большая, да. Значит, 20-е годы. Вернемся, да. Вернемся. В прошлого столетия Добужинские разделились. Да. А Мстислав уехал. А вот его, семья его брата, да, она осталась. Осталась. Да. А им предлагали? Ну, есть информация? Нет. Да я думаю, нет, нет, нет. Там у Мстислава была работа. Он уезжал-то, потому что у него были контракты. Ну, это, собственно, везде написано. Я, кстати, не забыл, где это представлено. Заказы? Контракты? Заказы? Нет, ну, он театральный художник. У него было, у него он много чего с Парижа ставил и до этого, и после этого. И художник-то был, он больше, он не живописец. В смысле, он известен больше как театральный художник. Я случайно подошел в БДТ, ну, года три назад. И, поскольку мне очень не понравился спектакль, я со спектаклей ушел, зашел в музей. И с интересом обнаружил, что практически все спектакли до- и постреволюционные оформлял Добужинский. Вот вся сценография и костюмы делал Добужинский. Ну, вот так вот. А вот после того, как он уехал, он еще возвращался сюда? Нет. Нет, ну, у него были эстетические разногласия с советской властью. Северянин? Ну, да. А, и он жил в Париже? Да. Приехал в Париж? И больше, ну, как бы, локацию такую вот серьезную не менял? А в Америке он не жил разве? Я не знаю. Слушайте, я, честно, я, мне и мир искусства не нравится. И, честно говоря, я не очень в большом восторге от Добужинского. Ну, в смысле, я, это не моя живопись, да. У меня есть несколько работ, но, ну, это опять же от Дети Стива достался. Я не фанат. Ну, простите. А, и семья, которая находилась в Советском Союзе, как сейчас скажут, не палилась, потому что этот контакт для них, по их мнению, был временем? Да, да, конечно. Ну, то есть, там, мой дед, вот, мамин папа, он счастливо не отсидел, хотя попыток его посадить много было. Ну, он довольно безбашенный был чувак, но при этом, как осторожный. А чем он занимался? Он был в министерстве каком-то, сейчас помню, промышленности, строительных материалов. Чуть ли не замминистра. Большой был, пост был большой. Я помню, потому что я вырос на какой-то даче этой, вот этой государственной, там, они все время ездили. В Жаворонке? Нет, где-то там, в Малаховке, как это. Я, по-моему, Малаховке. Ну, да, они все время, конечно, распределители, там, вот эти, вот эти сосиски, икра, там, вот это, я у них это первый раз и попробовал. Ну, такой, там, прям, хорошая была у них жизнь. И он, да, не хотел. Ну, при том, что чувак был безбашенный явно, мне Яд Вашем прислал статью про него, я так, ну, про войну. Я сам не знал, потому что он такой был, прям, бандит. А война израильская? Нет, 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 у меня, дед же мой, он великотечественный, который тут именуется. Вторая мировая. И вот Яд Вашем, там, пару лет назад прислали мне статью, ну, так впечатляет. Ну, а что там было, что впечатляет? Нет, ну, я знал, он мне рассказал, что он был начальником рота-разведки, и туда отсылали тех, кто, это была такая практика, искупить кровью, это из лагерей забирали, и если тебя ранили, если тебя ранили, ну, на войну забирали, да, из лагерей, если тебя ранили, то, как бы, считалось, что у тебя судимость снята. И там, вот, процентов 90 было вот этих вот отпетых, они все под пули лезли, и все, им надо было, чтобы их ранили, ну, потому что, иначе, потом ты досиживал в лагерях после войны. И они все такие были, ну, прям, совсем отпеты, а дед мой, он не сидел, но он был, по ходу, самый отпетый, видимо, потому что, судя по вот этим статьям, которые присылал Яд Вашем, они просто, там, статья была о том, что их очень достали немцы, которые с высоты, там, деревни какой-то, их обстреливали, они их обстрелили, потому что они были выше, их трудно было взять, и, короче, они взяли один танк, ночью приехали и вырезали вот эту всю роту, которая, их там человек 15 было, вот, а рота, которая их обстреливала, они ночью приехали и всех убили, ну, такое, не знаю, как это, ну, ну, то есть, ну, достали они их, прям, все время стреляли, очень надоедали. Как братья Задину отомстили, очень по-библейски. Да, вообще. Слушай, ну, это же абсолютно киношный сюжет, ну, не то, что сюжет, а основа всего фильма, это же, ну, это, это большой геройский пул. Ну, да, нет, они все равно, поскольку, он говорил, что поскольку они все время лезли под пули, то, что он мне расскажет, там каждый день была какая-то такая, они все время в тыл залезали кого-нибудь притащить, что-нибудь как-нибудь расколоть пленного, вот, и все, как бы, а он, поскольку он, чувак был пафосный, и ему это было неприятно, что там, типа, они под пули лезут, а он нет, он тоже, соответственно, лезет, но он везучий был, по-моему, ни ранений у него не было. И уже после войны он стал заместителем министра. Да, ну, он там не был, наверное, он сначала был в Германии, вот, когда, оккупационный, вот, где-то, да, нет, это еще ГДРа не было, он там, они все занимались тем, что воровали технологии, а поскольку он химик, они воровали вот технологию, вот, вот, я не помню, только в Советском Союзе были, по-моему, унитазы из фарфора, если я ничего не путаю, а фаянсы не знали, вот, что-то такое, и он, короче, украл технологию там, вот, но его довольно быстро выслали. А как получилось вам удрать Свыхина? Это в каком году было, в каком классе? Это тоже было в году, ну, в 80-м, вероятно, да. Моя мама очень хотела, как и все мои, перебраться из Свыхина и обратно в Центр, и она продала это Свыхина и купила квартиру на Чистопрудах. Так и удалось. А что мама по профессии? Мама по профессии тоже химик, она преподавала, поэтому она получала существенно больше, чем среднестатистический химик. Она была доцент в каком-то институте. А, ну тогда это было... Много денег было, ну, то есть, больше, чем... Тогда преподавала доцентом, кандидатом наук? Да, она была кандидат наук и доцент, и, короче, денег у нее было больше, чем среднестатистического химика, поэтому она одну кооперативную квартиру продала, А тогда уже можно было покупать, по-моему, что-то такое. Короче, она купила квартиру, центы. А на Выхино была двушка или трешка? На Выхино была трешка. А там была тоже трешка. На Чистых прудах? Да. Вау. Какая мама молодец. Мама прям вообще... А вы поступали... Не так. Мама тоже пиратка. Не такой вопрос. А действительно тогда в Авгик был конкурс, ну, как в космос, там, 500 человек на место. Да. Действительно. Но это случайно, слушайте. Это не потому, что я кино любил. Я вообще... Слушайте, вы скромный человек. Вы о таких грандиозных вещах говорите. В проброс. Да, вот. Небрежно. Простите, каких? Ну, например, про великого прадеда. Например, про историю семьи. Вы же все прекрасно знаете, но вот вы как-то это не выпячиваете. Я сделал вывод, что вы по жизни очень скромный человек. Ну, с вами многие поспорили. Ну, окей. Мне приятно, что... Ну, поступить в Авгик в 80-м году... В Авгик никто без блата не поступал. Вот сколько ты... Это вот юность Максима, который... Ну, Кудовкин уже умер, да, а Трауберг был жив. И Головня был жив и даже преподавал в Авгике. И операционский факультет в Авгике, по-моему, назывался его именем. Или сейчас он называется. И, короче, вот эта Женя Головня, она прекрасный был документалист. Она вот... А что ты... Куда ты вообще идешь? Иди в Авгике. А какие были еще варианты? Месси. Где мама преподавала. Месси прям... Строительный? Да, ну, отшу... Подождите, стоп, стоп, стоп. Я гадаю три места, где она могла преподавать. Месси она преподавала. Это или Разгуляй, или Павелецкая. На Розгуляй. На Розгуляй. На Спартаковской и на Розгуляй. Вот. Она оказалась у Лесина преподавала. Но потом уже выяснили, когда я уже с ним работаю. А кажется, вы не помните? Или в факультете? Неорганическая химия, мне кажется. Если такая была. Я не помню. Не, не помню, нет. Я помню, что она... Миша Лесина двойки ставила. Это потом уже выяснилось, когда мы уже с моей мамой бухали с Лесиным. И выяснилось, что он ей простить не может двойки. А какого мама года рождения? Тридцать девятого. Ты представляешь, она могла вместе учить? Преподавать с нашим отцом, потому что наш отец тоже тридцать девятого года рождения. Ага. Он всю жизнь проработал. А как валилиться? Машаров. А я спрошу у нее. А с шестьдесят седьмого он до девяносто... С шестьдесят седьмого, семьдесят седьмого, восемьдесят седьмого, тридцать лет. Ну вот она ушла... Ну давно, да, нет, она уже ушла, наверное, лет пятнадцать назад оттуда. Ну потому что ей уже неохота была. Ну она до упора преподавает. Сейчас он в Билиси живет. Вы начали задумываться об образовании, в каком классе и какие были варики? Ну в принципе... Не было никаких задумываться. Я не начал, я же говорю, Женя Головня пришла, говорит, а давай, говорит, пусть он во ВГИК пойдет. Я говорю, а что мне там делать? Я вообще ничего не понимаю. А я там записал... А потому что я занимался вокалом, и я записал какие-то песни к ее... фильмом, она говорит, ну на актерские, не на актерские, я точно не пойду, вот нет. Она говорит, вот есть там экономические факультеты, что там делают на экономическом факультете, а там типа директора картина, что такое директор картины. Короче, она говорит, ты иди, главное, вот экзамены сдай. Я не сдал. Это первый год после школы? Да, да, да. Поэтому меня по блату, она засунула на высшие режиссерские курсы. Типа, это было такое, то есть как бы тебя зачисляли лаборантом, но на курсы этих режиссерских, там же надо платить за обучение. Студии платили, посылали. А там, но можно было только с высшим образованием туда устроиться. Поэтому меня устроили туда как бы лаборантом, чтобы таскать яуфы эти вот с пленкой и ходить на лекции, чтобы я образовывался. А там преподавал Эдельман, Младший Гумилев, Тарковский нам преподавал. Я ему все время чай заваривал, потому что больше некому было. Черный или зеленый? Черный. С сахаром? А я не помню. Я еще там пытался, да, мы записывали с Машей Чугуновой его лекции. Вот у него же есть целая книга, это лекции на высших курсах. Это вот мы писали. Вот. Кто там еще? Мордашвили там преподавал. Короче, там такой, я прям ходил. Я уже в Афгик пришел, я очень образованный был. Там прям круто было. А сколько по времени курсы длились? Двугодичные курсы. Двугодичные? То есть у вас было, что вы на первом курсе учились и... Я туда еще ходил, продолжал уже участвовать на первом курсе. Я еще проходил туда, да, но потом уже это было невозможно совмещать. В Афгике гораздо беднее было, надо сказать, в смысле преподавательского состава. А второй раз вы сразу поступили? Да. А что вам, как вы это, как вы справились? А я уже знал, что туда, ну как более-менее, что, ну как, ты один раз сдал экзамен, во-первых, меньше волнуешься, во-вторых, там, в принципе... Ну и потом, я так понимаю, что Женя пошла и договорилась, так все не бывает же просто. Это в ГИК, там так не работает. Там не было еще тогда творческого конкурса, кстати, да, поэтому там все было на связи. И что за окружение было у вас? Ну, скажем, вообще в Афгике к экономистам относились довольно пренебрежительно, потому что все остальные были интеллектуалы, а эти были разгребаи. Вот наши... Ну вот нет, ну там достаточно... Ну вот, например, там, не знаю, там много с нашего курса не работает по профилю. Вот, то есть кто-то режиссуру ушел, кто-то куда-то в банки. По профилю работает только я и мой партнер, вот мы уже 40 с лишним лет, мы партнеры по бизнесу. Мы однокурсники. Ну, это еще... Ну, уже когда, это как уже с женой, да. А были какие-то принципиальные разногласия, которые там надо было решить? С партнером, в моем смысле? Были. Да, нечасто. Ну, мы поэтому и партнеры по бизнесу, что у нас не очень много принципиальных разногласий. Ну, как-то там шли друг другу навстречу. Ну, и тогда еще было распределение, и куда после вуза, на какую киностудию вас распределили? Он пошел на студию Горького, а меня распределили на Мосфильм. Опять же, не без блата. И сто процентов там уже сидел директором, этот самый, кто был директором в то время? А я не помню. Где, на Мосфильме? Да, на Мосфильме. Десятирик. Потом Досталь был. А до этого не помню кто. Где я, где я директор студии. Это тогда был второй после Бога. Я к нему только к бумажке ходил, подписывал. Ну, а что, как бы, Мосфильм была огромная студия там. Я в два раза в жизни его видел, этого Десятирика. Ну, Досталь и чаще видел. А потом у меня уже его племянник работал. Ну, у меня-то кто только не работал. А чем вы занимались после вуза? А там небольшой был выбор. Ты был либо зам директора, либо зам директора картины. И все. Это называлось должное такое. Зам директора картины. Был директор картины. Это то, что сейчас называется PA. Production Assistant. То есть, это там ниже низкого. Ты только с этого мог начать. Ну, вот ходят упорные слухи, что директорами картин в 70-х, 80-х годах были сплошные евреи. Это не слухи. Ну, и по титрам суди тоже. Да, я моложе. Хотя такие антисемитские у меня немножко словечки. Но мы, я могу себе позволить. А, это крупная должность была директор картины? Да, конечно. То есть, он ворочил миллионы? Ну, не миллионами. Тогда это измерялось сотнями тысяч. Ну, да, конечно. Ну, в нашем случае миллионами долларов, да? Это было бы. Да, да, скорее всего так. Ну, вот эта картина в среднем стоила 300 тысяч рублей. Это значит... 300 миллионов. Ну, типа того. Ну, наверное, да. Так и было. Ну, короче, это только большие деньги были. А какую самую дорогую картину вы сняли? С каким бюджетом? Вот когда я был маленький, то есть, когда я работал ПМ, я уже пришел из армии. А поскольку меня, да, у меня была картина с колоссальным бюджетом, это по сценарию Черныха, который «Москва слезам не верит» Валентин Константинович. И мой учитель, который меня всей профессией научил, вот, собственно, блестящий директор был такой, Виталий Богуславский, и он был потом еще директором «Винокура», он когда ушел с Мосфильма. Там была картина, называлась «Верными останемся». Она была вся выездная, то есть, эта вся картина снималась, соответственно, от пространства Варшавского договора. Значит, она снималась везде, вся за границей, вся группа ездила, кроме я. Потому что я был невыездной, потому что меня КГБ с третьего курса подозревало в том, что я связан с учителями иврита, и долго меня там держали, и допрашивали, а я понятия не имел. Собственно, тогда я удостоверился, что я точно еврей. Потому что меня допрашивал, по-моему, единственный в стране тогда специалист по ивриту, из института, где шпионов-то готовили, как они называли, институт военных переводчиков. И все время пытался меня разговорить на иврите, а я на иврите даже слова «шалом» не знал когда. Смотрите, я был невыездной, у меня в деле стоял невыездной, а вся картина была выездная, вся снималась за границей, и вышла прямо точно на следующий день после закрытия Варшавского договора, когда он распался, поэтому ее никто не видел никогда. Это была, наверное, самая дорогая картина. А как вы попали под колпак КГБ? О, это очень смешная история. У меня однокурсник, он был тбилисец-армянин, он мне подарил сванку. Белую сванку, да. С полосочкой. Да. Я еще, поскольку я занимался вокалом, я пел. Периодически, когда все выпивали, я умею играть на гитаре, петь. Ну, собственно, чего тогда других развлечений не было, когда выпивали. И меня послали от горкома комсомола в качестве на стажировку в ГДР, в качестве признания, потому что я делал какой-то концерт для комсомольского какого-то актива, короче, с Жванецким, с Шифриным, большое мероприятие было в гостинице Орленок. И нас, в качестве поощрения, послали на стажировку в Германию. И там я, поскольку я знал только одну иностранную песню, она называлась «Хава-Нагила», в силу небольшого количества слов, и то, что она тиражировалась в Советском Союзе, потому что я пел Дин Рид. Если кто знает, то это был очень известный псевдоамериканец. И я выучил Хава-Нагила. Он литовец какой-то, по-моему. А черт его знает. Или ГДР-виц. Литовец был Чарльз Бронсон, а этот... Нет, а этот в ГДР жил, да. Чарльз Бронсон литовец, да. Бучинскас. Вот, короче, вот этот вот Дин Рид. Слава богу, слов немного. Я выучил и научился играть на гитаре. И кто-то стуканул, естественно, из козлов этих комсомольцев. И утром меня, значит, часов в 7 утра звонок. Говорит, здрасте, вас беспокоят из комитета государственной безопасности. Я матом вырвался, стук повесил. Потому что меня до этого один ныне известный певец израильский, он меня разводил. Так, ну, звонил и говорил, вас беспокоят из комитета государственной безопасности. Вот, и я, говорит, пошел. Короче, он меня перезванивает. И говорит, нет, вы даже думаете, что это шутка. А вас кто-то уже так разводил, да? Тогда слов разводил не было. Над вами кто-то уже подшучил. Так, а кто, простите? Говорит, так что хотите-то? И моя мама, которая не слышит, естественно, это же не мобильный телефон, не на громкой связи. Она шла готовить мне завтрак, и у нее все выпало. Она говорит, это КГБ. Вот как люди понимали. Она не слышала, о чем я говорю. Ну, и меня, значит, вызвали в КГБ. И два чувака, значит, в черных костях. На Лубянке. Ну, Лубянка. Там такой особнячок за Лубянкой, голубой такой. Вот там, значит, я прихожу, говорю, меня вызывали. А ничего, не повестки, ничего. Он говорит, приходите, мы вас встретим. Он говорит, стоит прапорщик. Я говорю, вот меня вызвали. Он говорит, шестой бокс. Блин, я прихожу в шестой бокс. Там, значит, сидят два чувака в черных костюмах, в черных рубашках, в черных галстуках. Я думаю, что мне напоминает это все вообще. Испугаться не успел. Ну, прям, это у вас форма такая. Они говорят, нет, нет, мы сегодня в штат. Они не представились. И один такой чувачок, значит, я помню, со шрамом на лице. А второй такой большой, значит, менее отесанный. И он, значит, сначала они говорят, что вы очень общительный. Давайте, может быть, вы слушаете же, может быть, давайте посотрудничаем. Я сказал, что я вас сдам прям, ну, у меня ничего не держится. Вряд ли вам будет интересно. Я как только выпью, раскалюсь. И они как-то, ну, так мягко отстали. А потом меня допрашивали. Потом я уже через там знакомых стал выяснять, а что происходит вообще. Почему меня допрашивают? А мне долго допрашивают. Это, в смысле... Меня оставили на ночь там посидеть. А, допросы? Покормили, кстати, хорошо. Даже так, на ночь? Допросы-то длился долго? Да, весь день. Не, они прям заморочились. Потому что они тогда искали учителей еврита. Это 83-й год. Прям сажали. Волна была. Ну, такого не было. Мода такая, да. Вот. И... Они были уверены, что человек в сванке, поющий Хаванагилла, точно еврей. А я им орал, что я не еврей. Я же тогда не знал, что я еврей. Ну, то есть, я догадывался. Ну, ну... Вот. И что, типа... А уж точно... Ну, я уж точно не врал, что я не знаю еврита. Ну, в общем, так. Но было не скучно мне, да. В какое-то время. А в это время мой папа, значит, ныкал и сжигал там Солженицына и все остальное. А в шестом боксе было спальное место? Нет, нет. Там в другом месте каком-то было спальное место. То есть, там, ну, как бы... Это камерного типа помещения? Нет, бокс это такая, как бы... Это просто комната. Ну, вот, стол, лампа в рожу и... Ну, в гостинице называют номер. Да, у них бокс. Нет, там не было... Там было 23 стула. Вот на двух они сидели, на одном я. Ну, как в кино. А где они ночевали, где спали? Я не знаю. Это они меня куда-то отвели, там какой-то диван был. Но это не то, что меня в тюрьме держали. Я им интересен был. И настолько интересно, что они хотели с вами расставаться? Ну, видимо. А если вы сказали, окей. Я не знаю, как бы я поступил на вашем месте. Черт его знает. А я был подготовлен. Я у меня папа... Я же перед тем, как шел туда, мне папа сказал, тебя точно будет склоняй к сожительству. Ну, отчим мой, я имею в виду. Не по почве. Он говорит, точно будет склоняй к сожительству. Поэтому ты, как бы, вот, надо сказать, что ты, типа, язык... И у тебя другого варианта нет. Потому что от массы не получится. То же самое говорил Сергей Доренко. То же самое. Он говорит, когда меня вербовали, я, говорит, ну, делал сознательно так, чтобы они подумали, что ты болтун. А я болтун. Мне даже не пришлось... Предположим, на вашем месте был бы другой человек. И перед допросом... Это же было в самом начале, да? 83-й год. Нет, в самом начале. Допрос был потом. Нет, нет. Они сначала допросили, потом еще какие-то вопросы, потом поспали. Ну, то есть они, видимо, домой сходили. Но предложили сотрудничество они в самом начале. Нет, уже... Нет, нет, не в самом начале. Нет, нет, нет. Они сначала... Там сначала была довольно длинная процедура установления личности и так далее. Связи, да? Ну, да. Там, а вот что... Ну, кстати, я понимаю, они меня довольно формально вербовали, потому что потом я видел свое дело. И там много было на тетрадных листочках докладных. Докладных? Ну, да, стучал. Я даже знаю, кто. Кто? Не скажу. Даже сейчас? На вас стучали? Ну, да. Ну, на меня прям докладные, да. Ну, из коллег киношников? Нет, из однокурсников. У них был, короче, кого там добровольцев хватало. Поэтому меня очень формально вербовали. А они в этих записках были домыслы или разговоры? Я не читал. Я не читал. Мне подарили фотографии, потому что у них была единственная сертифицированная лаборатория кодек. И там были офигенного качества фотки. Потому что после они меня до этого довольно сильно. Там много фоток. У меня до сих пор они хранятся. Там прям красивые, такие качественные. Если бы вы сказали, окей. Да, кодек это не было в стране. Одна была сертифицированная лаборатория. Втушина, КГБшная. Не было кодек. Сейчас нам карту кодеку. Тогда были вот лучшие фотографии. Это кодек. И сертифицированная была одна. Туда прям официально поставлялись эти химикаты кодек для проявки. И там прям были отличные мои фотки. Со всеми моими там друзьями сербами. Всякими там. Я так понимаю, что они меня еще до этого заметили. Потому что я попал в ментуру, значит, за драку. Когда сербы дрались с холбанцами. Мы разнесли валютный бар там. Да, мы так посидели тоже. Это в студенческие годы? В студенческие, да. Если бы вы сказали, окей, но тут же можно было с собой договориться. Сказать, так, окей, я разведчик. Про меня можно снимать будут сериалы. Я сотрудник КГБ. Я попрошу, чтобы мне дали погоны. У меня будет где-то там какая-то ксида. Я из диссидентской семьи. Там невозможно было договориться. Мне пришлось бы с семьи уходить. Не, не, не. У меня даже мысли таких не было. Это помогло бы? Хорошо. Гипотетически. Нет, такого не было, такого не было. Нет, нет. Хорошо. Был бы другой человек на вашем месте. Ему бы помогло в карьере снимать фильмы. Стать Тарковским. Стать, не знаю. Их ГБУха. Двигала бы вас ГБУха. Двигала бы. Двигала бы. Я прям даже знаю, кого двигали. Мы даже знаем. Но это же, с другой стороны, это круто. Вами бы пользовались, но и вам бы помогали. А так и было, но это было всегда так. Мы знали точно, кто там. Или не точно. Не то, что там запытали и будешь с нами работать. Нет, нет, они очень хорошо, тонко и красиво работали. Они очень не глупые люди. И там было очень много людей с непрофильным образованием. Не те, кто вот это изучает, историю по учебникам 76-го года из Дании. Специальные школы. А были достойные? Нет, там были просто, туда шли, да. Очень много талантливых, серьезных. Разведчиков, которые были идейно. Шли с идеей. Ну, кто-то идейно, кто-то это делал. Ну, слушайте, уже на излете, я что-то сомневаюсь про идейность. Мне кажется, на излете Советского Союза уже по большей части люди карьеру себе делали. Ну, конечно, слушайте, много было всяких коопти, это называлось кооптированный агент. То есть, это люди, которые не впрямую не работали, а просто писали такие, даже знаю несколько очень известных людей, еще работающих сейчас, которые писали. Просто такие, это было такое, составьте нам не эссе, как это эссе, ну, это без указания имен, какие, значит, есть у вас эти, какие вокруг, что вокруг вас вообще, там, ну, какие мнения в воздухе, там, какие суждения, да, там, прям такое. Да, было. Когда вы туда собирались на допрос, вас инструктировал отчим? Да. Во-первых, откуда взялся отчим? И, во-вторых, вы бы, он бы не понял вас, если бы, условно говоря, вы согласились? Или, вот, он каких был позиций жизни? Абсолютно понятных, правильных позиций, ну, как бы, да, он бы меня не понял. Я его очень любил, он бы меня не понял. Не он бы меня не понял, не мама бы меня не поняла, да и вообще, и я бы себя не понял. Нет, не было вариантов. Ну, он красавчик. Мой отчим? Да. Ну, он, прям, очень был хороший человек, вот, однозначно хороший, прям. А кто он был по профессии? Писатель. А умер он в России? Да. Давно? Сейчас, лет восемь уже назад, наверное. Поболее, поболее. На лет десять. А в каком возрасте он появился? Ну, у меня уже был, точно у меня было лет восемь-девять. И чем он, вот, чем он покорил ваше сердце? Слушайте, умный, образованный, добрый человек, при этом это совершенно не сгибаемый. Но это такие еврейские черты в шахмане. Он не еврей. Он похож очень был на еврея, но вообще не еврей. Он из какой-то деревни очень такой, прям, глухой. Мягкий, добрый и не сгибаемый. Абсолютно не сгибаемый. Это вот как раз, это основа еврейского сознания. Ну, он, прям, был, ну, не знаю, был, прям, исключительно хороший человек. Я таких прям мало встречал. Это очень сложно, вот, завоевать сердце ребенка в таком возрасте, который знает, что у него есть отец. Это архи-сложная задача. Ну, несомненно. Ну, он точно был неординарный дядька. Вообще был, прям, совершенно замечательный. А как мама познакомила вас? Они учились вместе. А, в смысле, как она, а как она нас познакомила, просто привела, сказала, он с нами будет жить. На Чистых прудах? Нет, уже еще до Чистых прудов, он уже на Ждановской появился. Вот, сильно. Ну, то есть, нет, много лицом. А вы сказали нас, кто, кого нас? Что нас? Ну, нам сказала мама. Мама мне сказала, он будет у нас с тобой жить, вот она сказала, вот, он подвела его и сказала, вот, будет тут жить теперь он. А вы единственный ребенок, мама с папой? А у папы еще были? Да, я даже, да, я встретил, сейчас встречался с братьями своими. Расскажите. Ну, они меня сами нашли, а появился Facebook, тебя срали нахожу... Ну, точнее так, сейчас, 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 сейчас. Да, вот один брат, который у меня младше сильно, мы с ним встречались, и еще есть один брат, по-моему, мы не встречались, если я ничего не путаю. Слушайте, давно живу, не помню. Они меня сами нашли, вот, ну, как, я говорю, как появились соцсети, это очень легко стало находить. Ну, в Москве встречались? В Москве, да, он работал в австралийском посольстве, мой брат. Мой сводник. А вы увидели в них себя, вот, свои... Нет, я увидел в них папу, он, прямо, ну, они очень похожи на папу. Ну, прям, вообще, прям, греки настоящие, такие, черноглазые, такие, носатые, с такими, ну, тонкими лицами, такие. А это прямо из анекдота, да, вот. Вот один Ярослав Стоянов, а второй приехал я на день рождения к своей подружке в Италии, в очень милом маленьком отеле. Я, причем, жил в Риме довольно долго, я никогда не знал, что есть такие места, где бегают кабаны, прямо в городе. И попугаи летают большими, такое, вот, прям, сказочное место. И владельцы отеля, смешанная пара, значит, она русская, он итальянец, они говорят, Дим, мне надо улетать уже. Они говорят, Дим, слушай, а можешь ты вынести чемодан, ну, мы тебя потом, ну, там, потому что приезжает, заезжает пара какая-то. Я говорю, конечно, ну, там, приехали такие киевляне, такие, с хохотком такие. И я сидел у бассейна, ждал такси, и мне подходит этот владельец отеля, говорит, слушай, пойдем, они есть хотят, вся семья там приехала, они жениться приехали. Парень с девушкой женятся, и, значит, вот, это их родители, они старенькие, их надо вот в номер какой-то поселить. Пойдем, мы тебя покормим. Я говорю, ну, только душ мне надо принять. Они говорят, ну, пойдем, у нас прими душ, ужасно милые люди, правда. И я выхожу из душа, и такая женщина долго на меня смотрит, так очень внимательно. Ну, вот так вот просто, вот, провожает взглядом. И мы садимся за большой круглый стол, и там сидит чувак с очень красивой девушкой. И рассказывает, как на съемках у него, а на съемках актер сел машину и задавил хлопушку, ну, это, который хлопает. На что я говорю, а не пробовали каскадерами? Ну, обычно актерам не надо садиться в машину, что-то всегда плохо кончается. Обычно каскадеров нанимают, ну, на это вот. Он говорит, а вы какое-то отношение к этому имеете? И тут эта седая женщина, смотревшая меня долго, говорит, познакомься, Андрей, это твой брат Дев Дружинский. И тут тоже у меня упало челюсть в трусы, значит. Эта женщина говорит вам. Ему, да, своему сыну. Которая вас пристально... Которая долго, да, вот так смотрела, она говорит, познакомься, это вот твой брат, познакомься, Андрей. Есть такой актер, но он умер недавно, Андрей Стоянов. Вот, а эта тетенька моя дальняя родственница, последняя жена моего родного папы. Она его тоже, соответственно, дальняя родственница, она тоже гречанка. Значит, вот, Валя Стоянова. А Андрей Стоянов, он у меня потом снимался даже в кино. Очень хороший актер был. Вот, недавно умер. А жена его была, вот эта, с которой он женился, это первая порно... Я потом, я узнал об этом, когда уже приехал в Москву, один известный продюсер, говорит, когда я ему показал фотографию, представляешь, вот мой брат, а вот это его жена. Он говорит, да, но это, говорит, первая порно-звезда настоящая российская, зовут Лена Беркова. Я же не знаю, кто такая Лена Беркова, но теперь знаю. Вот, поразительно. А это не было подстроено? Нет, нет, это вообще случайно было. Просто моя девушка, которая работает у меня продюсером много лет, она празднует свой день рождения в маленьком отеле у своих друзей. И я из Тосканы ехал на поезде, перся, значит, в Рим, чтобы на день рождения попасть. Это не то, что я прям, ну, это все запланировано было. Я просто сел в поезд, поехал из Тосканы, значит, в Рим, вот в это сказочное место. Ну, то есть, собрался мини-киношный мир, да? Ну, нет, там собрались разные люди из разных стран, просто она это делала в отеле, ну, который ей под деньгам, она не там самый богатый человек. Ну, очень симпатичный отель, стоящий в лесу с попугаями и кабанами. Ну, прикольно, я бы тоже так сделал. Туда со всего мира приехали люди, а потом день рождения кончился, и все стали сваливать, разъезжаться в разные, ну, в разные места. Я просто после всех, у меня рейс был поздний. А Стоянов, это не ваш родственник? Стоянов, их много. Это вообще, это очень известно, как в России Ивановых, вот в Болгарии Стоянов. Ну, еще раз, просто греки брали болгарские фамилии, потому что явно они какие-то были по Пандополосу. Ну, вот Олейников и Стоянов. Ну, он тоже, Одессит, это же греческий диаспорт, это же понятно. Значит, может быть, родственник? Ну, наверное, но я не думаю, что там все перетраховывались. Я до приезда Стоянова разговаривал со Стояновым. Буквально там, за пять минут. Ну, Кирилл сегодня, вот, за 15 минут до встречи с вами разговаривал со Стояновым. Но мы теперь уже даже не однофамильцы, все. Ну, короче, я нет, я думаю, что да, но это, просто такая, это практика была очень известная. Я говорю, вот моего деда из тюрьмы вытаскивали Папанина, который, Папанина на льдине, который вот это, он его начальник был. Они его вытаскивали под то, что он вроде как и не грек, вроде как и болгарин. А с Болгарией тогда дружили? Ну, нет, это вроде как Болгарию освободили, Алеша, там вот эта фигня была, это в войну было все. И как вас потом, вот это связанное знакомство с вашим братом развивалось? Мне нужен был бандит, мне нужен был бандит в кино, которое называлось «Люби их всех». Мне нужен был человек такой бандитковатый. То есть в эту же секунду у вас возникло... Нет, 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 это было через там года два, что ли, три. Так, ну подождите, вот вы его специально пригласили на какую-то роль? Ну, потому что мне Маша Агранович сказал, что вот нужен тут вот эпизод, я говорю, давай возьми, у меня он брат есть. Ну вот. А брат актер? Он актер, он актер, он известный достаточно, вот если загуглить, Андрей Стоянов, и вот дофига, он бандитов играл, потому что он раньше был бандитом. Теперь вопрос. Потом перестал быть бандитом, когда щепку закончил. Теперь вопрос. То есть это отец ваш? Подождите, он был бандитом, а стал актером? Да. Он бросил пить и стал актером. Ну, видимо, убивать. Ну, то есть он прям весь такой татуированный, здоровый человек был. Ну, это девяностые. Ну, в девяностых он был, ну, как всем, все были бандитами в девяностых, кроме меня. И, соответственно, значит, да, он, а потом он понял, что ему хана, если он это делал не бросить, и поступил в щепку. Как-то поступил. Видать, без блата. Это папа? Конечно. Его папа. Папа, гены отца вас выгнали в продюсерство? А его в актерство? А его выгнали в актерство? Я не знаю, но у него языковое образование, у него блестящий английский, он работал всю жизнь в посольствах, в американском, в австралийском, где-то еще. Мы там потерялись, дали быстро. А Андрей Стоянов, жив с ним все хорошо? Нет, он умер. Позапрошлым году. Прошлым. А что случилось? Да, ну, слушайте, он какой бы бухал, видимо, не знаю. А вы как об этом узнали? Я узнал из фейсбука об этом, потому что он, ну, он в завязке был, потом, видимо, развязал, я так думаю. Ну, как Миша Лесин, все, кто в завязке, не надо развязывать, это жалко. Безумно жалко. Нет, талантливый парень был, да. А какие отношения у вас с ним были на площадке, когда вы его пригласили, рабочие? Да нет, ну, мы с ним общались, просто он не пил, а я пьющий. Не, мы общались, мы довольно много общались. А вообще, ну, по делам в основном. Вернемся в 93-й год. Вы сказали, что с 93-го года не работаете в Нане. Что произошло в 93-м году, что из вот этих госструктур огромных, супербогатых и суперперспективных, там, киностудии Горького, там, Мосфильм и так далее, развали отрасли вас в мир самозанятости и ИП? Нет, 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 это не так было. Нет, тогда не было ни ИП, ни самозанятости. Тогда Миша Лесин, ну, поскольку кино не было, я прям помню, мы снимали от Банка Империал, второй, по-моему, на Мосфильме, и там стоял запах чая, потому что все павильоны были забиты чаем, использовалось как склады, работало два павильона на всем Мосфильме. И прям чай я потом не пил, еще, наверное, год, потому что прям достал меня этот запах. Вот, и Миша, поскольку была реклама, и он нас сделал, типа, одним из директоров программы КВН, сначала так было, а потом он предложил нам сделать компанию внутри холдинга, и тогда я перестал работать по найму. А, вот оно в чем, я думаю, я просто не так понял, я думал, что вы ушли в рекламу, там, заказы. Как владелец бизнеса, мы были со владельцами агентства Видео Интернешнл, плюс у нас была компания своя, в которой мы владели пополам с холдингов. А, Михаил не говорил, парни, все будет супер, не парьтесь, работай валом, самое главное. Никто, нет, этого никто не знал, супер особо никогда не было, мы этого не знали. Но в 93-м году мы вообще ничего не знали, уже ближе к 97-му, кризису 98-го мы уже более-менее понимали, что мы чего-то умеем, а так никто ничего не знал. Потом это было такое, все связи Мишины с то, что сейчас называется ВГТРК, не первый канал, они были такие очень зыбкие на личных контактах. То есть был контракт, естественно, у Видео Интернешнл, который размещал там рекламу, собственно, чем она и зарабатывала деньги. И у нее было агентство рекламное. И еще был продакшн, мы тогда не знали, что это называется продакшн, мы вот открыли вот эту компанию, парк продакшн, вот она сколько уже, лет так, 30 с лишним и существует. А у вас был когда-нибудь гонорар выше миллиона долларов? Вот было так, что вы прям бах, и вот... Лично мне? Да. А у меня нет гонораров, у меня все мои доходы от компании. Ну, то есть я не получаю гонорар, поскольку по найму не работаю, я и гонорар не получаю. Ну хорошо, когда вы... Я прибыль получаю. Первый миллион долларов, когда вы заработали? Нет, недавно. И потом его быстро потратил. Нет, в смысле, у меня вот обороты, они сильно больше миллиона долларов, прям намного. А так, чтобы на карточку... Нет, так не работает. Если у тебя бизнес, то эти деньги, это вот это твои... Как-то то, что у тебя... Это твой оборот. Есть прибыль, но за эту прибыль надо... У меня работает там довольно много народу в компании. Потом очень дорого стоит аренда. То есть у тебя все... Нет, что-то тебе, конечно, остается. Но так, чтобы ты вот прям чпок так тебе... Не работает. Ну, закинуло иногда. Но тоже не миллионы. Это не тот бизнес. Как это? Это самый прибыльный бизнес был на протяжении, ну, не знаю, последних 30 лет реклама? Размещение. Производства нет. Производство... Ну, то есть оно точно не давало тебе умереть с голоду. Мы большой продакшн были и сейчас, собственно. Но оно не приносит там прибыль каждый год миллион точно нет. Ну, хорошо. 90-е, нулевые, десятые или половина 20-х? Когда в самое продуктивное время было в плане производства контента? Это разные вещи. Продуктивно в плане денег или продуктивно в плане творчества? Давайте сначала денег. Денег, это, конечно, ну, 2000-е и дальше. А творчество, конечно, 90-е. Ну, вот это империалы все. То, что интересно было делать. Мы ничего не знали. Нас почему-то под крыло взял Проктор и Гэмбл. А они все знали. Оттуда приехали самые крутые люди вообще со всего мира. Слетели сюда, потому что это был перспективный рынок. И нас учили. Мы же так через губы. Чем мы так все умеем? Чем вы нас тут учите? Ну, базово научили нас они. А учили чего? Рекламе. Именно рекламе. Как ставить камеру? Как работать с актерами? Даже нет. Хотя мы работали. Нет. Они привозили всяких английских известных режиссеров. Всяких американских операторов. Да, мы, конечно, там приходили. Ныне известные всякие операторы. Российские зарисовывали с кем и света, как кто ставит там. Привозили аппаратуру разную, которой не было в России. А это что касается... А плюс еще в рекламе же много всяких гитиков, которые надо просто тупо знать. Кто кому репортит, как это работает. Это целый механизм. В кино, кстати, потом очень помогло. А вы переходили на марки? Кого? Ну, на марки, когда появились марки, там, в 2008-2009... А, марки, в смысле, фотики? Да, да. Ну, мы никогда так особо... Мы снимали дешевую какую-то рекламу, да, на марках снимали, конечно. А так это все, это Ари. Не то. Ну, Ари, Ари, ну-ка. Ари, Ари. Лучше никто не... На погорско-еврейске Ари, это да. Ари, Ари. Это я знаю, да. Да? Расскажите, пожалуйста, как это происходит. Вот сначала идея, сначала бабло, сначала сценарий. Вот что важнее. Или вот что самое главное? Вот с чего все начинается? Можно я скажу выбор какой? Значит, деньги. Ну, деньги заказчик. Сценарий, сама идея. Кто-то придумывает же, да. Так, вот встроим на этом. Картинка. Или там все остальные слагающие успеха. Мне другой вопрос. Ну, хорошо. Вот начало с чего? Ну, смотрите, вот мы когда начинали, у нас было и агентство, и продакшн. И туда приходил клиент. Вот когда первые самые вот эти большие клиенты, которые, значит, вот этот вот империал, там еще всякие, тогда большие компании, вот такие самые, слуху, да, все через нас прошли. Тогда, да, у нас сидела команда креативщиков, потому что мы тогда не знали про маркетологию ничего. А вообще, и тогда было интересно. А вообще, классически это так происходит. Есть рекламное агентство. Там сидят стратегии и маркетологи. К ним приходит клиент. Он говорит, не надо увеличить продажи. Дальше они придумывают какую-то стратегию. С этой стратегией приходят к этим креативщикам, которые под это дело придумывают какие-то истории. А потом то к тебе это прилетает уже как к продакшену. И ты говоришь, о, прекрасная история. Вот это хорошо снимает Вася, там, режиссер. Или не Вася. Или другой режиссер. И функция продакшена в данном случае это обслуживание. То есть, конечно, вот у меня есть хороший оператор, есть хороший режиссер, есть прекрасный художник по костюму. Вот все это вместе будет стоить те вот столько. И маржа между тем, со что ты снял и как ты продал, вот это твоя прибыль. А то, что касается шоу-раннинга. Нет, в рекламе нет шоу-раннинга. И, честно говоря, я вообще не понимаю, что это значит. Вот я сериалы снимаю, вот клянусь, чтобы мне кто объяснил бы, что такое шоу-раннер. Ну, правда. И нахрена мне шоу-раннер? И куда мне бежать, когда у меня есть режиссер, который прочитал сценарий. И сценарист, и продюсер, который я сам себе шоу-раннер. Я один раз в жизни работал с шоу-раннером, с шоу-раннером. Не я шоу-раннер, а мне сказали, что надо нанять шоу-раннера. Вот самая бесполезная покупка в моей жизни была, это шоу-раннер. Ну, это мое очень, сугубо мое мнение. А сериалы, вот как, с чего все начинается? Со слова, как в Библии. А кого? К вам приходит какой-то чувак, да? Вы Винс Гиллиган, или вы, кто деньги дает? Нет, 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 это я тот, кто сначала говорил, о, хороший сценарий. Вот с этого все начинается. Слушай, сценарий хороший. А дальше там, так, ну, может, он хороший сценарий. У меня есть пару офигенных сценариев, но их не купят. Ну, потому что, а, вот там, ситуация в стране не та, б, маркетинг, но не рабочий. Потому что, скажем, если это сериал, как правило, там, это для платформ делается, потому что телевизор не очень интересно работать. Ну, не скажем, там женская аудитория. Соответственно, боевики, которые я люблю снимать, ну, как бы, женщин-то не очень их любят. Соответственно, ты сталкиваешься с маркетингом. Да, прекрасный боевик. У меня в руках вот сейчас прям офигенный, крутой боевик. Настоящий американский написал мальчик, который первый его сценарий, блистательно написанный, но его продать невозможно. Он дорогой, плюс, ну, как бы, а куда-то его продать. Ну, женщины. Женщины не любят боевики, женщины любят мелодрамы. Ну, например, вот такая вот. Ну, да, сценарий блестящий. То есть, к вам какой-то талантливый мальчик подходит и говорит, прочитай, пожалуйста, сценарий. Да, ну, да. А что заставляет вас читать? Вы же не знаете, хороший сценарий? Нет, конечно. Талантливый мальчик или нет? Нет, нет. Как звали вот эту известную киношницу, которая была подругой мамы? Подругой кого? Подругой вашей мамы. Женя, да? Женя Головня. Женя Головня. Женя Головня после этого посмотрел мальчика сценарий. Ну, да, например, да. Она, к сожалению, тоже умерла. Ну, да, ну, нет. У меня нет. Есть там, скажем, партнерское агентство сценарное, где человек просто сидит и конкретно у него хороший вкус, у него есть сценаристы, которые пишут или на заказ, или они сами что-то приносят, какие-то идеи. Сначала там они приносят заявку, это называется. Коротенькое описание, что о чем, ну, идея. Но идея ничего не стоит, как говорят американцы. Идея стоит 30 центов, американские кинтографисты так говорят. А вот сценарий стоит 300 тысяч долларов. Сначала напишите сценарий. А кто вам этого мальчика посоветовал? А, это случайно. Он парень улетел, уехал в Израиль. Закончил, он вообще был продюсер, рекламный причем, не киношный. Вот прям рекламу снимал. А как имя его? Вася Киселев, если вам что-то это сговорит. Но в Израиле живет? В Израиле живет, да. Абсолютно еврейское имя и фамилия. Согласились. Прислал мне сценарий, говорит, почитай. А он закончил МШК, вот эту британку бывшую, Московскую школу кино. Я думаю, странно, ну, продюсер, ну, вот ничего никогда. И просто блистательно. Ничего, вообще ничего не предвещало. Блистательно написанный сценарий, очень хорошо структурированный, очень умно. С Джанником Фазиевым. Если вы знаете, кто это. Мы вот сейчас с ним, Джанник блестяще анализирует материал. И он вот, он с ним еще доработал. Мы получили на руки прям офигенную работу, которую жалко теперь никому продать. Будете окрасиливать? Подождите, а вы вкладываете деньги? Или вы берете деньги у банкиров? Мы не берем, нет. Вообще нет ничего хуже, брать частные деньги. Да ладно? Непрофильные, ну, свое кинуло. Это не рабочая схема. Лучше этого делать не надо. А за российский бюджет? Ну, что такое российский бюджет? Платформы все частные, да. Они все равно, конечно, деньги, наверное, как так или иначе из российского бюджета. Вы имеете в виду Ока, Иви? Ока и большие платформы, те, кто, это реальный рынок. Но ведь недавно совершенно они, ну, вот насколько до нас доходило, мы прах под копытами ваших коней. Ну, какая-то там, как сороки, мы там слушаем, на ветке сидим, что у этих всех платформ огромное количество денег и нет контента. Они готовы вкладывать. Ну, по крайней мере, пять лет назад. Пять лет назад возможно, но это легенда. Во-первых, есть контент. Кажется, да, это вот это вот все. Ой, у нас нет сценаристов. Да фигня, есть сценаристы, конечно. Да нет, но здесь как бы и сценаристы есть, и режиссеры есть. Сейчас меньше просто кто-то уехал. Вообще их много уехало. Но режиссеров. Потому что они в самом дяденьке. Нет. Денег по-прежнему, да, действительно много. Ну, то есть, хороший сценарий. Вы звоните там своему коллеге, руководителю Иви. Ну, я делал презентацию. Так не работает. Я прочел сценарий. Я говорю, слушайте, есть хороший сценарий. Интересуетесь вот такой жанр. Поначалу жанр. То есть, вы звоните или пишете вот это? Или звоню, или пишу, или смотря какие отношения. Так. Потом у них есть, надо пройти процедуру, несколько комитетов, там какой-то контентный комитет, а до этого еще какой-то комитет. Они все там маркетологи. Меня несколько там отклонили просто, потому что, ну, нет. Маркетологи сказали, мы, нет, фигня. Не возьмем. Хотя мне сценарий нравился, и креативу местному сценарий нравился там, да. А маркетолог говорит, нет, 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 не рабочая. Ну, то есть, это, ну, это тоже товар, да, продукт. А бизнес-обед – это уже обсуждение более конкретное, да? Когда вы там по три часа сидите за столом, где-то обедаете, разговариваете уже конкретно про деньги. Нет, 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 там, ну, как, у них обычно, это тоже не так все сложно, обычно есть, ну, то есть, поскольку там маркетинг – это большая составляющая, да, они говорят, ребят, мы на это готовы потратить, вот столько возьмете за такие деньги. Если ты еще свои какие-то деньги подтаскиваешь, ты можешь просто вторичные продажи с ними разделить. Потому что это как работает? Если платформа тебе платит, вот они сделали премьер, они у себя показывают премьерный показ, и потом это все так или иначе расходится на все остальные. Или на каналы какие-то, на кабель. Каналы покупают, да, и другие платформы. Ну, это все это вторичные продажи называется, да. И дальше ты можешь, ну, как, поучаствовать в этих – иногда это интересно. Ну, да, там, вот тут можно какие-то свои деньги, иногда это интересно. Но чаще нет, потому что любые непрофильные деньги предполагают чужое мнение. Ну, кто платит девушку, тот ее и танцует, соответственно, тебе приходит богатый человек, говорит, нет, мне не нравится, что ты это за мои деньги снял, ну, вот нафига тебе это. И как быть в этом случае? Никак, не брать. Лучше не брать. Чтобы потом не оправдываться? Нет, ну, потому что это субъективный, потому что там ничего, кроме субъективного, нет ничего в кино, ничего нет объективного вообще. Если позволите, несколько слов об американских сериалах. Вот Доренко, которого вы наверняка знаете, Сергей Доренко, он говорил, что сериалы – это главное культурное событие нашей жизни. Ну, говорил он об этом, ну, может быть, там, 10 лет назад, последний раз, там, в 18-19 году говорил. Вы согласны с этим? Да, он суперумный чувак был, да, и будущее предвидел, конечно. Так и есть. Но сейчас это, да, это главное. Ну, плюс театры. Я еще добавлю театр. Театр и сериалы, все. В театре я меньше уверен, а вот то, что сериалы сейчас определяют тренды, я почти убежден. А если я несколько сериалов назову, скажете, смотрели вы их или нет, и короткую оценку. Я не люблю смотреть сериалы, я делать люблю. Ну, окей, я… Винил. Да, смотрел. Как? Очень симпатично. Фауда. Да, ну, да, конечно. Ну, это не… это израильские вы имеете. The Spy. The Spy, я не смотрел. Спион. Подожди, ну… Я хорошо по-английски говорю, да? У меня там свободный язык, да. Это, кстати, тоже реклама дала. У меня никогда языка не было, меня заставили выучить. Breaking Bad. Да, конечно. Ну, слушайте, это культовые сериалы, конечно. Better Call Saul. Да. А лучше звонить в Солу… Да, да, да. Вы весь посмотрели? Да. Прямо от начала до конца? Ну, слушайте, нет. Я не могу столько времени на это потратить, это невозможно. Но я обычно… То есть, стандартно, если это прям не какой-то офигенный, я смотрю первые две серии, одну из середины и конец. А удается смотреть, как зрителю, а не как… Да, я пару смотрел, как зритель, да. Я купился на «Игру престолов» точно, и еще вот «Сегун» я посмотрел. Слушай, мне было все равно вообще. Нет, ты все равно сидишь, что… Так, а это они как сделали? Блин, а вот это… А, какой актер хороший. Так, а вот это вот… А костюмы, где же они такие-то взяли? Вот это да, это… А вот на такие не совсем известные, например, «Королева Юга». Я ее снимал. Второй сезон. Я ее здесь снимал, в Москве. Серьезно? Да. Я не вру. Мне прям понравилось даже. Вы надо… Слушайте, а мы, может быть, про разные «Королева Юга» – это про… По «Апересу Реверта». Да. Ну, да. Но просто был первый сезон очень плохой, да. Второй снимали мы здесь большую часть его снимали в Москве. Но там, по-моему, две «Королевы Юга». Вот одна «Королева Юга» американская? Это «Американскую» мы снимали. А одна «Королева Юга», по-моему, ну, типа «Колумбийская». «Колумбийская». Это снимали «Колумбийцы». Ну, это они американцы, они «Колумбийцы». Потому что они в «Колумбии» деньги нашли. Это американские вот эти вот… Нет, это «Колумбийские». А вот у одного очень сложная картинка. Очень сложная, вот там с глубоким фокусом. Нет, мне кажется, мы такое не снимали. Мне кажется, мы снимали что-то попроще. Ну, короче, это были «Колумбийцы» точно совершенно. Очень крутые. Причем они прям везде. Они не… ну, когда они по происхождению «Колумбийцы», они американские продюсеры, мы довольно сильно их пробили. А там правда бюджеты «Колумбийских» сериалов до сих пор кокаиновые? Черт его знает. Но откуда у этих деньги, я более-менее догадываюсь. Там точно это кокаинное дело не имеет отношения, потому что они деньги американские. После того, как мы получали одно, ну, чем может быть, кстати. Не думал об этом никогда. Мне кажется, весь бюджет «Колумбии», если вы там были, он из него и состоит. Потому что там очень симпатично стало. Вот я там был в первый раз еще, когда людей воровали. Второй раз уже не так давно. Ну, давно все равно, но не так. Изменилась страна? Да. Доренко говорит, могут застрелить в очереди за сигаретами соседа. Такое было. Такое было, сейчас вряд ли. Рассказывал про Анголу в 70-х годах. Ну, точно про «Колумбию». Ну, я думаю, что в 80-х так и было. В 90-х было почти так. Уже вот сейчас, в 2000-х уже. Ну, это редкость. Еще два сериала, и допрос окончен. Наркос и Эль-Чапо. Эль-Чапо нет, Наркос смотрел. Ну, это я смотрю, опять же. Ну, это хорошая работа, большая. А Субура и Гамора? Ну, отдельно Субура и Гамора. А, ну, это итальянский. Но, это... А Эль-Чапо не посмотрели? Посмотрите, пожалуйста. Посмотрите, ну, я, опять же, я смотрю это вот, когда надо. Например, мне дают референс, да. Я не то, что, ну, физически смотрю. Вот моя жена, вот она любит смотреть сериалы. Я вот искренне не люблю смотреть сериалы. Вот, но мне снимать нравится. Мне гораздо интереснее делать. Но я смотрю это, потому что это референс, как референсная история. И последний, умоляю, Райдонован. Не видел. Я знаю про него, даже не посмотрел. И жалею, кстати, страшно. Там четкий очень лифтшрайбер. Нет, 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 не о том. Нет, вообще, я не слышал ни одного плохого отзыва. И надо посмотреть, но мне просто... Я же даже себе наметил, что я вот сейчас... Я пытался разобраться, как они это снимают. По логистике. У меня ощущение, что там одновременно работало несколько групп. Так и есть, скорее всего, потому что вообще американская система съемок сериалов, почему там дорого, а здесь нет. Она вообще предполагает последовательную съемку. И, как правило, это... По фабуле, как идет сценарий. Не то, что кусками вырваны, как у нас нет. Да, не так, как в России. У нас не любят. Это просто единственная возможность залезть в бюджет. Потому что самое дорогое, это логистические затраты. То есть, самое дорогое снимают... Вот я считал много раз для американцев, да, и они не понимали, что ты как-то считаешь. Потому что как только начинаешь считать, как они хотят снимать, ты сразу бюджет вздуваешь сразу в четыре. И вот у меня ощущение, что там несколько групп, где там Лив Шрайбергу, где он не появляется в кадре, он в это время снимает с другой группой, потом ему надо в эту группу переместиться. И это тоже может быть, когда... Есть еще там, называется такая группа, как бы вот, малая группа, которая снимает подводки всякие, да, то есть параллельно все. Ну что, у американцев дорогое время. И тем более, конечно, ты не можешь выбрать актера, который стоит тебе миллион в день, да, и его там со спины снимать какой-то смысл. Ты можешь со спины снять дублера, это ровно на миллион дешевле. Да, конечно. Но здесь это тоже практикуется, конечно. Да, но кто поумнее, тебе, конечно, так и делают. А что такое дублер? Ну, человек гримирует там, я тебе, ну, похожего по габаритам, похожего по пластике там, да, и тренирует его. Актер второго плана? Нет, нет, ты можешь взять актер второго плана, или вообще не актер, если он просто сидит там, да, ну, просто если у тебя весь день он сидит спиной к тебе, и у тебя весь день на это уходит, то нет смысла брать дорогостоящего актера, потому что он в день тебе вылетит в колоссальные деньги. Это при наличии, есть такая профессия, второй режиссер, это вот такой начальник штаба, который занимается всей логистикой и логикой производства. Вот если у тебя нормальный, ну, там еще, значит, может еще, иногда вторая группа, если у нее достаточно материала в ткани сериала или фильма, то нанять вторую группу дешевле, чем снимать, там, 40 дней. А вы бываете на площадке? Конечно. А какие самые противные локации? И условия были, в которых вы работали. Самые ужасные. Погодные. А, омерзительно было в Эквадоре. Там три часа дождь, три часа солнца. А, я Хакамаде эту историю рассказал, она даже ее по телеку показала. Да, вот это самое омерзительное. И там с мыска взлетали самолеты военные. А я знаю точно, что у военных, в аэропортах есть служба погоды, и они видят карту, и они знают точно, когда, вот мы поснимали пару дней, три часа дождь, потом три часа солнца. Ну, это невозможно так. И мимо нас все время ходили военные с рюкзачками такие, в красивых костюмах, эксвадорские. Они ходили, а мы жили в хижинах, в лесу. И вот они все время ходили, здоровались, кофе с нами пили. Я говорю, слушайте, мне бы weather forecast, мне бы вот этот прогноз погоды, вот я вижу у вас там военные взлетают, там наверняка служба погоды. Они говорят, сеньор, произошла чудовищная ошибка. Вы нам приняли нас за милитары, за военных, да? Мы не милитары, мы трафик. Мы можем продать вам килограмм кокаина по эквадорскому доллару за грамм, вот, а прогноз погоды не можем. Нет, а потом они нас, мы даже можем с ними поговорить, но мы в прошлом году грохнули их склад, из-за этого вы нас приняли за военных. Мы, простите, ну, а кокаин хороший. И отвели меня там в фабрику, как у них, так интересно, прям как в кино. Серьезно? Да. А вы не поснимали? Поснимали? Там с тебя трусы снимают, когда ты заходишь. Поснимали, там тебе башку отрежут. А есть что-то, есть что-то, что-то общее с теми лабораториями, которые мы видим в колумбийских сериалах и с реальностью? Нет, нет, мало, потому что там стоит просто какая-то хибара и там голые тетки. Голые, да? Да. А чтобы не сперли, да. Да, я видел, да, они там что-то. они такие, но там, может, они голые, потому что там жарко, там действительно жарко. Ну, не, милые ребята были, ну, мы же не знали, что они трафик. но это же самые злобные, самые жестокие люди на планете. Нам так не показалось, но возможно. А вас они отпустили? Нет, они отпустили, они ходили каждый день, мы с ними пили кофе, они были очень вежливые, помогли там нам дров нарубить, один раз там, у них там мачете красивые, в таких, ну, которые, видимо, в военных. Кирилл Полису ходили люди. Люди, просто ходили мимо нас, они не то, что мы с ними знакомились специально, там просто хибарки такие стоят, ну, в лесу, вот, в этих, около мангровых всяких. Вот, мы там жили, они ходили, у них все время маршрут был один и тот же. Вот, мы все время с ними общались, с ними бухали, очень милые ребята были, да, мы решили, что они были в военной форме, и поэтому я решил, что можно у них купить этот, ну, это были самые, да, это сложно было, потому что, конечно, там невозможно был, непрогнозируемый климат, первый раз в жизни я столкнулся с таким. Ну, купить зонтики, в смысле, от дождя, А при чем зонтики тебе, у тебя, я шучу, я шучу. Ты-то сам-то, ладно, а как актер, ты что, зонтик надо мне вдержать будешь? Ну, я шучу. Так, а Мороз? Ну, от Мороза есть всякие фигни. Ну, первый раз, значит, столкнулся, приезжали американцы, первую рекламу американскую снимать, я узнал, сколько, значит, всяких прибамбасов для съемок, Pepsi, Pepsi, Перестройка, Pepsi, Pepsi, Перестройка, Перестройка снимал, значит, известный американский режиссер, еврейский, и они привезли с собой такое количество всяких киношных прибамбасов, я потом их еще лет, наверное, 10 не видел, потом уже сам покупал, когда они появились, всякие специальные там грелки, сапоги, там, они привезли парки с собой, они из Лос-Анджелеса везли парки сюда, какие-то с подогревом, еще чего-то, то, скажите, не, Мороз, это не очень страшно. Но если актеру искупать зимой в речке? Ну, да, это было, да, у меня пару раз, но, как правило, их одевают, то есть, как бы, вот так вот, костюм этот, который, вообще, лучше избегать, конечно, это необязательное условие съемок, чтобы актера в речке зимой искупать, это надо, в горном, ну, нет, ну, тогда просто, то, что не видно, закрывают этим костюмом, или ищут героя. Я смотрел сериал «Сотня», и там в болоте тонули зимой, это вообще специально подготавливается, эта штука, это такая бочка ставится, закрывается землей, ну, то есть, это не в настоящем болоте тонут, это очень, ну, через, опар идет изо рта. Ну, нет, еще раз, в нем под одежду одевают этот костюм водолазный, гидрокостюм, да, в нем не так холодно, ну, да, ну, иначе просто нет, это большой риск, потому что актер-то у тебя один, он же главный, если он у тебя заболеет, то ты встал и потерял деньги, это надо делать. А какие-то вот такие запоминающиеся случаи, кроме Эквадора, у вас были, вот, даже касается российских съемок. А в скидку сейчас, да много, сейчас я... А восьматом же нельзя ругаться, да? Ну, запикают. Ну, в Казахстане было смешно, там, например, там, оказалось, наснимали, набрали группу в Алма-Ате и поехали в Саразеке, куда-то там, на границу с Китаем, снимать. Большое кино? Это был, нет, это был еще Банк Империал, просто до сих пор вспомню, очень смешно было, потому что, это вот, брал он камни, разговаривал с ними, Томерлан. и, значит, оказалось, что, да, а вот этих вот всех местных, ну, вот этих воинов играли местные кочевники, формально работники местных колхозов, и ходили, значит, костюмы, и они так, метрах, трехстах стоят, и, значит, наш оператор, Сережа Трофимов, все, он готов уже снимать, он говорит, мальчик в кадре, вдруг там мальчик просто на велосипеде, так, тим-тим-тим, там, я говорю этим, казахской группе, говорю, мальчик в кадре, надо убрать, он далеко, я говорю, у вас микрофон есть, давайте, говорите ему, они говорят, есть нюанс, мы по-русски говорим, а они не говорят по-русски, они по-казахски говорят, в смысле, нет ни одного человека из Алматы, который говорит по-казахски, нет, я говорю, и что делать будем, кто побежит туда, далеко, а мы на длинном фокусе снимаем, соответственно, далеко, а как мальчик будет, это, как это, вот эти, эрудиты, таксы, как мальчик будет, когда, а, бала, бала, и подходит второй режиссер, бала, бала, мальчик, потому что он один там мальчик, вот такой, а он там прям в камеру стоит, смотрит на себя, и мальчик так медленно отъехал, я говорю, это что сейчас было, это казахский, этот они понимают, у нас даже оператор смеется, за кадром, с другой стороны, ну, потому что он понимает, да, как выяснилось, это по-казахски будет так же, короче, ну, по-моему, смешно, если бы у вас был выбор, вам бы сказали, Дмитрий, вот есть бюджет на большое широкоформатное кино, которое будет показываться на территории России, или на сериал, что бы вы выбрали, вот без вот этих всяких современных узконаправленных требований? Ну, по финансам сериал, потому что я не очень понимаю, как в современной России отбивается кино, я даже экономику не очень понимаю, я бы выбрал сериал. Хорошо, если бы это было в Голливуде, или в Германии? Да я и там снимал. Ну, хотя бы понятно, ну, в Германии бы точно сериал, а в какой-нибудь Америке, наверное, да, кино, кино интереснее. Это, чисто по экономике, это так. Ну, обязательно надо затронуть, вот, коротко, вот, вашу американскую историю? Да у меня ее особо нет, мы просто начали снимать там когда-то рекламу, потом, это так или иначе, как связи меня оброс, потом мы снимали в Польше уже с Мартином Ландау, с Джуди Парфит, мы снимали кино с Джоном Дейли, это который продюсер Терминатора первого, и Гладиатора, и последний Император он тоже сделал, это вот известный был дяденька, тоже умер недавно. А дальше, я там, еще дальше, чем снимал, мне, по-моему, только рекламу. Ну, вот, из-таки, я не могу сказать, что я прям в Голливуде, прям работал, я просто много кого там знаю, естественно, потому что, ну, комьюнити небольшое, если ты снимаешь рекламу, ну, так или иначе, одни и те же люди. Ну, иногда, американских актеров мы снимаем. А сейчас есть смысл рекламой заниматься, или это умерзно такое понятие? Не знаю, у меня пока, компания работает. Все телеканалы, тем более сетевые телеканалы, не мультиплексовые, не мультиплексовые тоже, все каждые три минуты, кто-то снимает, соответственно, ну, у меня пока работает. Я просто с телевизора не смотрю. Я тоже. Если честно, я не знаю, что там показывают вообще. Я смотрю Travel Plus Adventure, и там нет рекламы, там есть... рекламы не придумывают. Не-не-не-не, но реклама же, она не только в телевизоре, реклама же, вот, везде. Ты не можешь без рекламы даже в игру поиграть в телефоне. Она везде. Поэтому, она, собственно, везде и идет. Это раньше ты снимал, если ты для телека снимал, это дорого. А если, значит, для интернета, это три копейки. Сейчас все ровно наоборот. Или, как минимум, так же, это просто, ну, сразу снимают для всего. А почему, вот, мое субъективное мнение, почему сейчас рекламы такие тупые? Почему нет идей? Вот раньше, когда-то... Они были смешные. Они были смешные. Они были... Это был целый фильм. Это была, это была какая-то идея. Это, ну, были повороты. Были вот эти перевертыши. Вот это, кстати, я не могу сказать. А вот сейчас просто тупо такие таблетки. Я согласен, да. Из таблеток трава растет. Возможно, потому что меняется телевизионная аудитория, да, и это все люди немолодые, по большей части. Для молодняка это снимают довольно неубогую рекламу. Но я про телевизионную. А телевизионную, потому что аудитория. Чудеса-то не бывает. Аудитория стареет. Молодняк не смотрит. Молодняк, у которых клиповое сознание и клиповое мышление и клиповое восприятие. у них реклама, ну, то, что мы снимаем там для каких-то молодежных продуктов, это всегда молодые режиссеры с таким же точно сознанием и восприятием, да, которые фигачат там. Такие же креативщики, которые придумывают со всякими перевертышами и всякими другими глупостями. и это современно смотрится, да. Но ее нельзя засунуть в телек, потому что target audience, целевая аудитория. В телеке это, ну, женщины 50+, там, втирающие тайдом и так далее, со средним образованием. А когда они умрут, что будет? Все будет реклама такая, как клипы. Потому что, во-первых, на ядушу не будет телека, ну, как явление, да? Не будет. Я очень на это надеюсь. Когда он умрет? У меня в родственниках Кассандры не было. Не знаю. мне кажется, что это вот последнее поколение, то есть, добродейцы, которые смотрят телевизор, я не знаю молодых. Вместе с уходом из жизни теленачальников, умрет сам этот инструмент телевидения. Этот инструмент не имеет отношения к начальникам. Этот инструмент имеет отношение к технологиям и охвату. По елику, это вот прямо реально несколько лет подряд, так, боже, едва ли не 10, а то и поболее, снижается аудитория, да? Потому что остаются те, кто, ну, как бы, вот, кому удобно включить фоном телек. А остальные, все, кому не западло нажать пару кнопочек, они либо в телефоне, либо в компьютере, да, и это гораздо удобнее. Но мне, первое, точно удобнее пользоваться телефоном. У меня есть наушник, я когда еду в машине, там, я слушаю, или смотрю, или, в зависимости от того, с водителем, или без. Да, ну, просто это точно удобно, потому что телевизор с собой не потащишь, а бабушки, да, смотрят, но я пока, вот, в моем окружении никто не смотрит телевизор, но я подозреваю, что в каком-нибудь городе Тамбове, там, наверное, вот люди 50+, смотрят, молодняк не смотрит стопудово. Поэтому, да, конечно, реклама другая. Что у вас в планах, чем вы занимаетесь на сегодняшний момент, и что там на ближайшем 5-5 месяцев? Сейчас сдавали сериал, вот только закончили, то нет, еще не закончили, сейчас конференц-кол как раз идет без меня, вот Джаник за меня отдувается, бедный. Планок что-нибудь продать хотел, потому что меня ничего не купили в этом году. Продать хоть какой-нибудь, мне такие хорошие сценарии никто не покупает, очень обидно. Ну, это сериально. Может быть, кто-то из еврейской аудитории заинтересуется? Если они работают на платформах, с удовольствием повстречаемся. Может быть, они финансируют платформу? Нет, в планах сейчас, как я говорю, сдать, сдать сериал, наконец, окончательно, потому что, когда ты начинаешь сериал в одной стране, а заканчиваешь в другой, не выезжая из страны, это не первый раз в моей жизни. Неожиданно. А тяжело сдавать? Вообще, обычно нет, сейчас, да. Другая страна. Можно без подробностей. А вот бутылку с запиской через 300-500 лет найдут и в ней о вас. Вот что самое главное в творческом плане, какое наследие вы бы хотели, чтобы осталось? Что вы сделали самое, что может остаться? Лучше никогда не задумывался. Я так себя не мыслил. Может быть, фильм сняли, который должны увидеть через 300-500 лет? Вообще, никто никому ничего не должен. Я считаю, что это все довольно быстро устаревает. Есть один фильм, который мне до сих пор нравится, но он, пожалуй, один и есть. Посоветуйте его. Это «Дом». Это вот есть такой режиссер Олег Погодин, очень недооцененный, по-моему, в нашей стране. Блистательный совершенно режиссер. Фильм «Дом» с Сережей Гармашовым в главной роли. Мне до сих пор он нравится. Мне не стыдно. Хорошее кино. Можно вашу ладонь? Да. Если вам на ладонь положат таблетку бессмертия, что вы с ней делаете? Я выкину. Ну, нет. Да, ну, это... Я смотрю, прям скучно же. Последнее. Вы мне не сказали о своей семье, о сегодняшнем составе семьи. Расскажите несколько слов о своей жизни. Да, у меня есть... Ну, моя жена работала у меня раньше очень успешно. Она рулила одну из моих компаний. Сейчас не работает. А у меня есть еще мальчик, который вот учится сейчас в Тбилиси. Ему 17 лет. И есть старший сын, который тоже в Тбилиси. Ему 32. От одного брака? Нет. От разных. Вы счастливы? Вам покайф? Ой, я прям... Да, мне не нравится это определение. Мне сейчас счастливы. Бывает только вот... Ну, вот вы часто просыпаетесь с хорошим настроением и вот... Скажем так, я... Все, все болит. Нет, так... Нет, у меня нет таких монологов. Я скажу так, я не часто просыпаюсь в дурном настроении. Вот это точнее. Нет, счастливы. Нет. Я вообще из счастливых видел только вот дебилов настоящих. Ну, там я счастливы. И они еще не болеют, кстати. А... Вы легкую часть жизни прожили или тяжелую? Не, легкую. Ну, нет. Ну, ничего такого. Пока... Вот сейчас, пока... Ну, нет. Прям не на что пожаловаться. А какой главный вывод вы сделали из части прожитой жизни после... Я еще не сделал. Ну, у меня и не времени не было, нечестно говоря, желания делать вывод. Опыт. Прекрасно. Если есть чувство юмора к опыту, то вообще прямо отлично. Субтитры сделал DimaTorzok